Здравствуйте! Сегодня мы с вами читаем сказку Малина Сибиряка из цикла Аленушкина сказки. Называется сказка про комара Комаровича длинный нос и про мохнатого Мишу короткий хвост. Это случилось в самый полгень, когда все комары спрятались от жары в болото. Комар Комарович длинный нос прикорнул под широкий лист и заснул. Спит и слышит отчаянный крик. Ой, батюшки, ой, караул! Комар Комаровича выскочил из-под листа и тоже закричал. Что случилось? Чего вы орете? А комары летают, жужжат, пищат. Ничего, разобрать нельзя. Ой, батюшки, пришел в наше болото медведь и завалился спать. Как лег в траву, так сейчас же задавил пятьсот комаров. Как дохнул, проглотил целую сотню. Ой, беда, братцы, мы и два ноги от него унесли, а то всех бы нас передавил. Комар Комарович длинный нос сразу рассердился. Рассердился и на медведя, и на глупых комаров, которые пищали без толку. Эй, вы, перестаньте пищать, крикнул он. Вот я сейчас подойду и прогоню медведя. Очень просто. А вы орете напрасно. Еще сильнее рассердился комар Комарович и полетел. Действительно, в болоте лежал медведь. Собрался в самую густую траву, где комары жили испокон века. Развалился и носом сопит. Только свист идет. Точно кто-то прям на трубе играет. Вот бессовестная тварь. Забрался в чужое место. Погубил напрасно столько комариных душ. Да еще и спит так сладко. Эй, дядя, ты куда забрался? Закричал комар Комарович. Закричал на весь лес, да так громко, что самому страшно стало. Мохнатый Миша открыл один глаз. Ничего не видно. Открыл другой глаз. Едва рассмотрел, как летает комар перед его носом. Что тебе нужно, приятель? Заворчал Миша и тоже начал сердиться. Как же только расположился отдохнуть, а тут какой-то негодник пищит. Эй, уходи по-добру, по-здорову, дядя. Миша открыл оба глаза. Посмотрел на нахало. Фыркнул носом и окончательно рассердился. Да что ж тебе нужно, негодная тварь? Зарычал он. Уходи из нашего места. Я не люблю шутить. Вместе с шубой тебя съем. Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой бок. Закрыл морду лапой и сейчас же захрапел. Полетел комар Комарович обратно к своим комарам и трубит на все болото. Ловко я напугал мохнатого Мишку. В другой раз не придет. Подивились комары и спрашивают. Ну а сейчас-то медведь где? Ой, я не знаю, братцы. Сильно струсил, когда я ему сказал, что съем. Ведь я шутить не люблю. Я так прямо и сказал, съем. Боюсь, как бы он не окалился страху, пока я к вам летаю. Ну что ж, сам виноват. Запищали все комары. Зажужжали и долго спорили. Как им быть с невежим медведем? Никогда еще в болоте не было такого страшного шума. Пищали, пищали и решили выгнать медведя из болота. Пусть идет к себе домой в лес. Там и спит. А болото наше. Еще отцы и деды наши вот в этом самом болоте жили. Одна благоразумная старушка-комариха посоветовала было оставить медведя в покое. Ну пусть полежит, а когда выспится, сам уйдет. Но на нее все так накинулись, что она, бедная, едва успела спрятаться. Идем, братцы, кричал больше всех комар-комарович. Мы ему покажем, да. Полетели комары за комар-комаровичем. Летят, пищат. Даже самим страшно делается. Прилетели, смотрят, а медведь лежит и не шевелится. Ну вот, я говорил, умер бедолага со страху, хвастался комар-комарович. Даже жаль немножко. Он какой здоровый медведище. Да он спит, братцы, пропищал маленький комаришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку. Ах, бесстыдник, ах, бесстыдник, запищали всех комары разом и подняли ужасный гвалт. Пятьсот комаров задавил, сто комаров проглотил, а сам спит, как ни в чем не бывало. А мохнатый Миша спит себе, да носом посвистывает. А он притворяется, что спит, крикнул комар-комарович и полетел на медведя. Вот я ему сейчас покажу. Эй, дядя, будет притворяться? Как налетит комар-комарович, как вопьется своим длинным носом прямо в черный медвежий нос. Мишка так и вскочил. Хвать лапой по носу. А комара-комаровича как ни бывало. Что, дядя, не понравилось? Пищит комар-комарович. Уходи, а то хуже будет. Я теперь не один комар-комарович длинный нос, а прилетели со мной и дедушка, комарище длинный носище, и младший брат, комаришка длинный носишка. Уходи, дядя. А я не уйду, закричал медведь, усаживаясь на задние лапы. Я вас всех передавлю. Ой, дядя, напрасно хвастаешься. Опять полетел комар-комарович и впился медведю прямо в глаз. Заревел медведь от боли, схватил себя лапой по морде. А опять в лапе ничего нет. Только чуть глаз себе не вырвал когтем. А комар-комарович вьется под самым медвежьим ухом и пищит. А я тебя съем, дядя. Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую березу и принялся колотить комаров. Так и ломится всего плеча. Бил, бил, даже устал. А ни одного убитого комара нет. Все вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжелый камень и запустил им в комаров. Опять толку нет. Что, взял, дядя? Пищал комар-комарович. А я тебя все-таки съем. Долго ли, коротко ли, сражался Миша с комарами. Только шуму было много. Далеко был слышен медвежий рев. А сколько он деревьев вырвал. Сколько камней выворотил. Все ему хотелось зацепить первого комара-комаровича. Ведь вот он тут, над самым ухом вьется. А хватит медведь лапой. И опять ничего. Только всю морду в кровь расцарапал. Обессилел наконец Миша. Присел он на задние лапы. Фыркнул и придумал новую штуку. Давай кататься по траве, Чтобы передавить все комариное царство. Катался, катался Миша. Однако ничего у него не вышло. А только еще больше устал. Тогда медведь спрятал морду в мох. Вышло того хуже. Комары впились в медвежий хвост. Окончательно рассердился Миша. Постойте-ка, вот я вам задам. Ревел он так, что за пять ферст было слышно. Я вам покажу штуку. Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево вскарабкался, Как акробат. Сел на самый толстый сук и ревет. Ну-ка, подступитесь теперь ко мне. Всем носы пообломаю. Засмеялись комары тонкими голосами. И бросились на медведя уже всем войском. Пищат, кружатся, лезут. Отбивался, отбивался Миша. Проглотил нечаянно штук сто комариного войска. Закашлялся, да как сорвется с сучка, словно мешок. Однако поднялся, почесал ушибленный бок И говорит, ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю? Еще тоньше рассмеялись комары. А комар-комарович так и трубит. Я тебя съем, я тебя съем, съем, съем. Изнемух окончательно медведь. Выбился из сил, а уходить из болота стыдно. Сидит на задних лапах и только глазами моргает. Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под кочки. Присела на задние лапы и говорит. Охота ли вам, Михайло Иванович, беспокоить себя напрасно? Не обращайте вы на этих длинных комаришек внимания. Не стоит. И то не стоит, обрадовался медведь. Я это так. Пусть-ка они ко мне в верлогу придут. Да я, так да я. Как повернется Миша, как побежит из болота. А комар-комарович длинный нос летит за ним и кричит. Ой, братцы, держите. Убежит медведь, держите. Собрались все комары, посоветовались и решили. Не стоит. Пусть уходит. Ведь болото-то осталось за нами.